Всем доброе утро. Это мог бы быть мой влог. Это в 5-5 утра. Вы пришли, слушали. Сейчас пол первого уже. А я хочу спать все равно. В 5 утра, Лёг, конечно, хочешь спать. Но мы же с котлеткой не знали. Что это так? Мы папу воспитываем. Что? Не достаёшь этой штуки? Не достаёт, да. Это расстраивается, что не может повернуться. Зато у нас просто барьер, чтобы он не свалился. Тут подъёмчик, поэтому он не может перевернуться и расстраиваться. А уже не тут кофе, который он не хочет пить. И который сейчас выпьет мама. Не можешь повернуться. Так, будем поворачиваться? Давай, могу тебе. Поворачивайся. Давай, крутись. Крутись, я тебе помогу. А тут горбик вообще... Он не крутится, он не напрягается. Все, уже не хочет... Захватили сына. Захватили сына. Был, баба, это. Оставь хоть немножко бороды. Оставь хоть немножко бороды. Оставь хоть немножко бороды. Журчак, я его пытался съесть. Уже пытаюсь съесть. Попался? Попался? Ага. Кучеряк, кучеряк, кучеряк. Ховно. 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 Вот так вот. Тупер вернулся. Ну как? Здорово? То, что хотел? То, что хотел или нет? Нет, скажи, что хотелось получше, да? Скажи, я думала, это будет веселее. Всем привет. Мы тут котлетки такие кругленькие. Вот так вот мы выбираемся из мамин ручек. Уже бежать хотим. Здесь мне еле... Дима, Ксиё. Это мама ударилась локтиком. Еле проснулся. Что-то папа пьет. Говорят, что я поздравлял вообще или нет? Нет. Я смотрел фильм Джокер. И мне он понравился. Хоть я вообще от DC далеко, но было забавно. Ну, Джокер вообще говорят фильм. Вообще все говорят, что классный. Многие говорят, что он говнецо. Да? Я слышала, все только повышенные. Мне очень понравился. Там говорят, что он не по канону. Ну, неважно, все равно понравился. Даже с задумками, которые там были. Мне очень понравился. Я его весь еще посмотрел. Думал, ну, лягу. Мог бы под него и заснул. Не, не заснул. Под него смотрел весь фильм. Да? А ты что делал? Я слышал, что ты уже не спал там вообще? С трех до четырех мы игрались. Ночи. Он вообще просто лежал в запамсе уже. Сейчас покажу стульчик. Сейчас покажу еще. Сейчас покажу стульчик. Положите вы в него или просто покажешь? Положи. Котору мама подарила Ереберчику. Точнее, какой-то праздник. Давно, на рождение его подарили ему стульчик. Да. Он на работе. И вот он наконец-то пригодился. Он раскладывается. Мы его не садим, он же еще маленький. Мы его раскладываем полностью в такую кроватку получается. Как сейчас Лера положит, то я покажу вам. И кто это такой? Нет. Царь ворца. Запинаюсь. Что бы, что бы. Вот так вот мы барин. Сидим в стуле. Вот так. Вот так. Вот так. Будь здоров, зайчик. И еще. Будь здоров. Вот так он вот барин, да. Сидим. От филотика сидишь круто по бокам. Да, и корона. И корона. Прямо над ним. У тебя корона прямо над головой. Как тебе стульчик? Нравится? Нравится тебе стульчик? Очень. Как мы раньше не взяли, прям раскоптим. Ну чтоб он лежал. Да. Он сегодня. Котик. Он же заснул, я его даже и не укачивала. С таким разреза я тебе запрещу меня выкладывать. Он сегодня даже и не укачивала. Он просто заснул сам себе. Просто лежал и заснул. Представляешь? Представляешь, лежал и заснул просто. Лежал и заснул. Не так иду. devotee тоже лежал и заснул, потому что, скажи мама захотела. Котя просто положила... Что это такое? Уже кушать пора? Уже кушать пора? Ну да, можно уже покушать. В общем, когда Яромирчик родился, он был копия Женин папа, потом он был копия Женин, а сейчас, вот я не знаю, как это произошло, но он стал копия я. Вот это моя фотка в детстве, это Яромирчик сегодня, ему просто вообще одно лицо такое чувство. Очень похоже, я даже не ожидала, что мы так похожи будем, он был прям копия-копия Женина линии. Ты хочешь скушать телефончик на леду? Он все готов скушать на леду. Какой-то хулиган. Тарасик, ты скажешь, надеюсь, что я тебе положу в ротик телефон? Да. Ты хочешь кофе? Я просто шалость сделала, Женин не знает. Я стою еще без трусов? С этим связано шалость. Просто стоишь голый. Ты все время в виде моих своих говоришь, что тоже стоишь голый, котик. Ну, чтобы атмосферу. Атмосферу передать? Какую атмосферу, чувак? В данный момент я голышом, чтобы люди понимали, что сейчас все происходит, когда Женя голый. Зайчик, скажу, папа такое говорит. Ой, ты какой-то красивый. Ну, что это значит? Ты же на камеру с ним кашлят. Да? Да? Он начинает каприничать и кашляет вот это, да? Как мы обожаем папу, это просто не передать словами. Всем еще раз привет. Мы вышли на улицу наконец-то. Пока не забыл, сразу вас спрошу. Недавно я списывался с человеком из... Пару минут. Возвращаемся. Короче, разговаривал я недавно с человеком из MyBook, правильно? Да. Мне предложили, типа... Вот почему, когда я начинаю снимать, тот начинает свою таратайку, которая никогда не работала. Вот, именно. Вот, начинает... Когда я прохожу с коляской, все время начинают заводить машины рядом, правда? Так, ладно, мы отвлеклись. Человек из MyBook мне предложил... Ну, что-то по-ля партнерской программы. Короче, универсальные всякие ссылки на всякие скидки, на какие-то бонусы. То есть, проходя по моим ссылкам, вы будете получать какие-то бонусы. Ну, понятное дело... На MyBook. А? Что же... А, это сервис, на котором вы можете читать и прослушивать книги. То есть, как бы, ну... Приложение. Если вы найдете книги по моим ссылкам и их скачиваете, я получаю тоже какие-то бонусы, типа, в плане скидок. Ну... Как бы, напишите обязательно прямо сейчас, нажмите на паузу и напишите, надо это не надо вообще. Или вы пользуетесь другими, просто я не буду просто размещать эту рекламу, как бы, у себя в видео, как бы, ну, чтобы вы понимали. Чтоб она была, ну, не доставала вас, скажем так. Вот. А мы отправляемся пока гулять. Маршрут наш пока еще немножко под вопросом, но все равно пойдем. Будем пытаться заснуть. Хотел признаться, я не снимал видео уже больше недели, если что. Мне очень страшно, может быть, теперь вывезет. Грубо говоря, видео выйдет завтра, то есть, мы с вами прям соприкоснулись днями, прям выходит на следующий день, выйдет на следующий день видео. Вот, как бы, так вот, а предыдущее видео было, грубо говоря, неделю назад. Там, как я ездил на водное вытяжение. Вот. Короче, такие вот делобосы. И за это все время я прочитал, сколько книг прочитал и прослушал? Три книги. Три книги, да. Три книги до Влакова. Если что, Довлатов мне подошел очень хорошо. Я вот как-то давно начинал. Сейчас ничего не буду рассказывать, расскажу уже, как я его насчитаюсь. Да, вот я расскажу, в общем, как бы. Я и думал, может, если он мне не испортится впечатление и... У нас у меня такой фонд сейчас хороший, сделаем твое имя на табличке. Мое имя? Ну, где Левожок сейчас написано. А, вот, короче. Если не поленюсь и меня не перебьете желанием, мы будем делать отдельное видео по Довлатову. Ну, как вы понимаете, мне... Ой, я тоже не перебила, должно пройти срочно, ну, сейчас нужно снимать. Прямо немедленно надо бежать домой и снимать, да. Спасибо. Он носочник, котик. Я знаю, если что, нас вообще капец как-то желание перевести. Да, мы бывают чем-то загораемся и потом... Вы вообще... Чем дольше мы тянем, тем больше мы, как бы, изе... Ну, что-то, чем дольше мы, просто... Не, я уже планировал это, типа, по Довлатову. Короче, почитал я его три книги, до этого читал еще, короче, в общем, я просто почитал Довлатова четыре книги. Читал много комментариев, там, сразу просто скажу, он не будет, мне бы Довлатов понравился. Идет мне очень хорошо, очень приятно. Вот, пишет он, как, про советское время, ну, понятное дело. Ну, скажи потом, не расскажешь, потому что, блин, ну, то, что тебе понравилось, не нужно говорить. Мне не понравилось. Потому что видео уже, как раз, это самое главное, все. А вот надо видео снять. Короче, посмотрим, если я не пленюсь, ну, или вкратце по вопросу вам расскажу. Считал уже, как минимум, три книги, четыре, в общем. Ты переводишься, нет, вообще ничего не говорю по погоде. Я, кстати, взял шапку, потому что я раскладывал, на улице будет дико холодно, но что-то, как-то, на удивление, нормально, только что влажно. Сейчас мы идем в Штоли, возьмем кофею и возьмем еще пироженок, пирожек. Ромах баб наших этих. Мы решили все-таки идти в Штоли, тратить наши последние деньги, что у нас остались в этом месяце. Ну, закладка через два дня, так и... Моя? Да, через два дня. Ну, да, где-то так нам должно быть, примерно. Что-то можно, книжку себе забрать. А, да, ну, точно, что-то еще из-за книжки в ее заказ Лерин пришел. Очень тяжело. Последний день, мы ее, кстати, откладывали до последнего. Вот что за книжка там, тебе кто-то посоветовал, да, ее? Скорбус отомнила. А, да, я вам не рассказывал про нее. Это у Леры на канале было. Да, что я придумал, типа, как сюжет для похожего названия, да. И для сюжета, потому что это вот просьба. Да. Расскажешь или не будешь? И свой сюжет, или про что там? Ну, вообще, и то, и про что там. Ты расскажешь про что там, потому что я не помню. Лега рассказывает о том, что был такой человек, был недоволен вроде бы своей жизнью. Я могу сейчас отклоняться от реальности. Да ладно, что ли? Ладно. И он продал душу сатане. И после этого у меня все появилось, как бы, деньги, власть и так далее. Это как бы очень кратко. А я потом на это придумал, типа, и концовку, и все, типа, ну, просто сюжет книги, что то же самое. Человек было все говно. И он, ну, сатана ему дал частичку, там, маленькую крупицу своей силы. И что человек превратился просто в хуже, чем, ну, существо хуже, чем сатана, до такой степени, но с этой маленькой силой. Ну, и по итогу, это прям с развязка вам, прям, с моей истории, что сатана, когда уже какой-то, говорит, ты ужаснее меня, потому что ты даже с маленькой крупицей моей силы смог, как бы, превзойти меня. Что бы было, если бы ты был, грубо говоря, на максималках сатана, типа, что бы творилось. Это такая тема, которая очень много нравится, потому что человек — это худшее зло. Да, да, типа, что хуже, чем с сатана. Что сатана, это гораздо, ну, лучше, добрее. В нем все равно что-то есть, как бы все равно герой. Он не лейти, но это сатана. Ну, да. А человек — это худшее проявление зла. А, вот. Короче, вот так вот. Это очень много темы это называете. Ну, это просто я с этого, мы и говорили с тобой. Да, это очень классная, это очень нравится. Именно тут, да, в самом мысли, что именно вот сатана ему говорит, типа, что ты ужасен. Нет, это оченьなんか. Я обожаю это, так вот. А ещё, знаешь, прикол такой, типа, в конце, и поэтому, типа, говорит, поэтому, типа, я всю свою силу распределил на каждого во всём мире, поэтому человек такой, типа, каждый человек, и из-за этого баланса все люди, как бы, наравне идут и не выделяются, а если кого-то чуть сильнее сделать, ну, чуть-чуть, там, маленькую-маленькую долю, которую я там не знаю, вот, и просто превращается всё это в ад, вот, как бы, такие вот, кто не знает, да, я придумываю всякие такие сюжеты для рассказов, которые, типа, я должен написать когда-то, но. И вот, Женя, если придумал сюжет, нужно дать ему ручку, засунуть, запихнуть её в комнату, тогда он напишет, то есть, пройдёт хоть минуту после того, как он решил записать рассказ, он уже не будет хотеть записать этот рассказ. Да. Ну, в принципе, у меня тоже самое вообще заметно, будешь я говорила тебе, завтра давай ты сходишь, сниму видео, а ты сходишь погулять. И сколько раз я так загоралась, мне так... А потом утром, ну что, с вами пойти, мне с вами пойти, и она готова любые, всё что угодно, поэтому, говорит, я пойду с вами, ну, мамы, кофе, мне так хочется кофе, блин, а что она в даму сидит, и всё равно попадёт. Я так люблю снимать, я так люблю, да, и всё, мне прям не переграют. Ну, последние два выходных, мы два раза ходили, Лера снимала всё, книжные видео, сидела и просто... Сколько монетизация приносится-то? Я научилась нажимать кнопочку, чтобы монетизация была по всему видео. Кто не знает, это как бы, ну... И у меня за одно видео набирается монетизация столько, сколько раньше за весь месяц номера. Ну и отлично. Я научилась, в роте, когда я начала приснимать видосы. Я шучу, но это не только это, это просто шутка, просто к тому, что я реально научилась ставить монетизацию. Я раньше вообще не умела, видимо, нажимать кнопки. Я, что ты, по Лайзе, так и не нашёл. Про те кнопки, которые она говорит. Я тоже вот не видела, это я и нахожусь. Ну, конечно, всегда приятно получать какие-то бонусы, скажем так, с работы, да. С той, которая тебе нравится с работы делать, и ты получаешь ещё сверху бонусы какие-то, типа, ну, материальные, скажем так. Ну, просто такая сумма, конечно, приятно. Раньше я, реально, за месяц набиралась, но за месяц это мало. Да, мы никогда не собирались, что так сильно не обращали внимания, заезжает, он видишь, как-то постранное вот тут у нас тут. А тут я заметила, что я просто с одного видео могу это получать. Вот такие вот. Ну, конечно, приятно. Но я бы просто без видео не могу, и раньше, видите, сколько, полтора года я делала это, вообще не задумываясь об этом. Да, это бы просто вот как-то... То есть это просто реально, не полностью прикольная вещь, почему? Просто сейчас, наверное, YouTube сейчас всё обновляется, проще всё делать, как мне это как-то бросилось в глаза, поэтому мы и решили как-то поковыряться в этом. Ну, Лера решила я... Мы обязательно делали. Препятствия, которые медленно идут, но... Так, мы это про рассказы что-то ещё говорили. А, ну что, мы загораемся? Да, загораемся и к ним все. Ну, да. У меня идей, грубо говоря, на рассказы, наверное, 4 было. Ой, да и все. Два я хорошо... Один я хорошо точно знаю, какой. Ты даже начал писать. Один начал писать, да, но я его забросил, потому что... Ну, потому что прошло 2 дня. Прошло 2 дня, я просто такой, типа, ай. Мне надо либо сесть и залпом их написать, хотя бы один, типа... Как люди десятилетиями пишут, годами. Ну, я же типа не это, а рассказываем напишу. Это какая разница, чтобы на роман хватило, у нас бы никогда в жизни. Это у меня была мечта в Шиле 16, я сделал написать роман. И у меня был, у меня даже сюжет до сих пор курс в горлове, я знаю, что как, я его дополнял и всё такое. И знаете, как у меня было такое, типа, черновековое, черновое название, типа, называлось Скрипка Сатаны. Скорбь Сатаны скрипываешь все. Да, типа, ну, это сейчас, да, но вот именно тогда у меня было такое название. Там на самом деле вообще с Сатаной ничего не будет связано. Просто, просто такое вот название, типа, оно должно как-то... Ну, это, скорее всего, не будет таким названием, потому что у нас слишком уж шаблонно-банальное. Вот, но это именно как черновое, которое я придумал. Вот, такое, средневековое фэнтези. Вот, скажем так. Ну, не то, что прям фэнтези, прям не фэнтези-фэнтези, но, с крупицей вот такого средневекового фэнтези, с вымышленным моим миром. Вот. Это, это хорош. Вот фэнтези, кстати, легко писать, кто хочет писать про средневековье. И, ну, не хочет разбираться в истории, в каких-то моментах, чтобы потом, знаешь, не притягивали ни заезды, ни говорить, ничего не знаешь. Просто говоришь, это фэнтези, я всё выдумал. Это вообще выдуманный мир. А если ты хочешь написать какую-нибудь такую мистическую штуку, типа, знаешь, типа, телье-завязку, ты развязка-завязка придумаешь, говоришь, что магический реализм. А, да. Просто магию впихиваю. Вот почему я ненавижу в романах, когда впихивают магию в завязку. Я вообще ненавижу, ненавижу, когда-то внезапно происходит. Это у Кинга чувак, о, чужий чувак. Чужак. Рассказ так, всё классно шло. Это такая завязка интересная. И просто он магию всовывает. Это же просто... Это слишком просто. Это а-ля цыгане, помнишь, в какой-то книге? Это вонок нельзя, а во-вторых, пока течёт река, тоже такая завязка, а потом... Расскажу вам вкратце. Зачем это вообще было писать? Мы читали, как для человека детектив. Просто он там хорошо что-то развивался-развивался. Там так интересно было, девушка пропала. Там неизвестно где, вроде она жива, вроде убили. Неизвестно. И тут бах, её просто украли цыгане. Ни с того, ни с сего, никак вообще не снято. И всё, это конец, ребята. То есть нет ничего такого, типа, какой-то разгадки. Просто её украли цыгане. Всё, типа, вот здорово. Это такой маразм был. Это просто вообще так расстроился, что такой хорошее завязано. Ты вон, что в этой серии мы ничего хорошего, ну ты не прочитал, я не читал вообще её. Нет, это «Девушка в поезде» мне понравилось. А это же не из этой серии? Это помнишь, черные такие детективы? Ага, девушка в подняき? Нет, девушка в поезде в толстый такой. А почему я тогда их покупала? Потому что продолжение «Девушка в поезде» вышло в этой серии. А, ну ты её не знаю. Она просовалась немножко другая на этой серии, по-моему. по-моему, и мы начали что-то покупать ну ты покупала, ты хотела детектив, как раз-то Телье хотела себе детективов такого всего и ты вот взяла, брала, типа там завязки все время хорошие, интересные кстати, мне посоветовала девушка, ну не мне, она вообще рассказывала автор, одно не было двоих, помнишь? ну, она в историях показывала одну книгу из этой серии и она говорит, прям очень хорошая развязка ты помнишь, что там скоро Телье приедет, вторая часть ой, тьфу, Телье, говорю, назови меня своим именем она же заказанная оплачена а, уже... я же заказал ее нет, это не за все, это его вторую книгу ну, вторую, а, это не то? нет, продолжение еще не вышло это вторая книга этого автора а, а я-то думаю нет, другая книга, Нигма вариации называется я хочу прочитать ее сразу же, когда она придет и сделать обзор отдельный потому что я прям фанатею от этого же человека от этого автора понимаешь, что она будет границом? может быть, но я просто хочу его стиль почувствовать его фантазию, мне очень нравится все, ребят, у меня откроется рука чуть позже сколько было прошло? 7 минут? 10? 10 ну, вот как-то так вот, представляете, если у меня рука не болела мы могли просто идти говорить без остановки, если что-то с вами а мы могли делать то же самое, то же теме, что мы с друг другом так же разговариваем да просто можем бесконечно какую-то фигню повторяться кто-то что-то вкидывает и все потому что про мои рассказы мы уже миллион раз обсуждали да, мы и каждый раз все обсуждаем заодно и каждый раз я ни разу не садился один раз сел, написал кусок такой обширный, который потом просто доработать надо было ну, это она преувеличивает по поводу хорошей-классной ну, хорошей, просто нужно было у меня больше как бы у меня, да, я как бы как-то скудносложен, скорее всего, но у меня просто есть идея, какое-то такое, типа, зерно не правда, у тебя очень хорошо получилось я говорю, что самая главная проблема, то, что ты не знаешь правил русского языка ну, это минусы, у меня же есть Лера, у меня же есть свой личный редактор поэтому все, остальное это все может лично написать просто запятые расставить и убрать именно рассказывай где ты ставишь запятые их убрать, где ты не ставишь их поставить да, я очень плохо в русском языке в плане того, что именно в грамматике нет, именно в грамматике потому что я в школе, не знаю, у меня были оценки ужасные по грамматике у меня была чуть ли не самая низшая а по всяким заданиям, типо там подчеркнуть, ещё что-то выделить у меня было, ну, нормальные хорошие, высокие, максимальные оценки у меня был, типа, такой дисбаланс, типа, например, 2.10 ты не творишь подчеркивания старался избегать короче, вот такие вот у меня были штуковины потому что, я вообще... и по белорусскому попроще потому что, белорусский просто сам себе простой язык главное правило белорусского языка, в основном как слышится, так и пишется То есть, чтобы кто не знает, у нас после Ш пишется буква И. Если что, типа ЖШ у нас и буква И пишется в белорусском. Короче, когда мы пришли в первый класс, мы, кстати, еще 7 лет, и мне сказали, что белорусский язык – самое главное правило. Как слышится, так и пишется. И я подумала и на это просто рассчитывала, что это просто русский язык. Только как слышится, так и пишется. То есть никаких слов иностранных. Тогда, да, да. Просто русский язык, просто ты пишешь так, как слышишь. И я так обрадовалась за себя, а потом поняла, что нет. Подумала, вот какой хороший язык. Просто это просто русский язык с другими правилами. Устатства, инфографии. Ну вот, да. Но это как бы не то, что прям главное правило. Ну просто, если у вас там, например, жена, типа она так и пишется, жена. Типа. Женка. Женка, типа о, не ё. Типа. А ё вообще есть в белорусском? Есть, да. Если вы не знаете, у нас есть белорусская буква И пишется палочка и точка. Но у нас есть буквы, которые у вас нет. Ну, не всех вас, а в русском языке. В украинском тоже её нет, да? Это же типа наша буква. И есть буквы. Не, у короткая. А, у короткая. Она так и называется у короткая. То есть она у и с галочкой такая сверху. Как и краткая. А ну как, она для у, как вот, чтобы тверже был как бы звук вроде. Она ставится в основном типа после гласных. Типа Евгения типа я у. 15 минут. Сейчас, подожди. Подожди. Пишется, вот моё имя пишется я у ен. То есть буква я, потом у короткая ген. Типа Евген. После гласных? После гласных, да. Типа я у ен. Вот как-то так звучит. Типа у. Я у ен. О, блин. Ну я же сам умею это выговорить. Вот, короче. Чтобы вы понимали, какие вы болтыми вообще по жизни. Да. Всё, короче, закажем. Потому что у меня, походу, рука накачается. Я буду такой здоровенный. И нам, говорят, писали, что нужно покороче видео. А как сделать видео 20 минут? Как бы, короче, если, да. Если уже 13 прошло, то значит только водное. И это всё важная информация. Просто водное такое. Про укороткое. Да, мы же только от дома отошли, если что. Мы даже ещё до кофейни не дошли. До неё идти прилично нам относительно. Всё, ребята, пока отключаюсь. Поснимаем вам туман. И вернём всё попозже. Я рассмеётся до сих пор про укороткое. Ну чем это было вообще? Сделал я, вон, рывок от Леры. Иду в магазин. Взять нам что-нибудь перекусить, пока мы ходим. Кто-то меня там писал, спрашивал, типа, Лера совсем что-ли не готовит еду? Готовишь же я сам? Я бы готовил, но я слишком ленивый. А Лера готовит, но реже, чем раньше. Потому что, вы сами понимаете, сейчас Яромирчик. Ей тяжело отвлекаться. Она всё время за ним смотрит. Типа, поэтому... Когда как. Как попадает время, так она и готовит. Вот. Я не готовлю, потому что мне лень. А всё, что я готовлю, я, в принципе, выкладывал в видео. Последний раз, когда выходило видео, тогда вот я, в принципе, и готовил еду. Всё, отправляемся сейчас в магазин. Я говорю, а магазин не иди возьми что-нибудь в кофейне, но я возьму кофе в кофейне. И всё равно зайду в магазин, возьму что-нибудь перекусить нам. Ну всё, уже кто-то точит вон. Взял я себе с солёной карамелью, Лере взял чай. И нам уже успел какой-то мудак на машине спортить настроение. Да? То, что я рассказывал в начале видео, потому что я тебе пошутила. Каждый раз заводится, когда мы проходим мимо. Мы шли вот в машине, ну, максимум метр вот до бампера. Да, вот метр. Сидит у него мужик. Мы уже идём, полмашины прошли. И он резко начинает заводить машину. И просто ковыряться там. Когда мы там посередине, ты прям вот... Что-что, что ж я, Яромир, аж подпрыгал в этой колясочке. Отпугались. И он ничего, он не ехал, ничего. Он до сих пор, наверное, стоит. Он просто её завёл и всё, ковырялся что-то дальше в машине. Просто резко завёл. Это не первый раз. Не первый раз. Я постоянно, я постоянно заводит машину, когда я прохожу прямо перед бампером. В чём проблема? Ну, он прямо, вот видишь же нас, что мы идём. Да, он прямо вкладывает. И заводит прямо на север. В чём, что мы с коляской. Когда мы пройдём. Две секунды. Я не первый раз. Не, я понимаю, ладно, если он там спешил срочно, бла-бла-бла. Ну, это хотя бы можно оправдать. Нет, он просто сидел. Он просто завёл и сидел. Две секунды ровно. Вот. Короче. Да, он идёт. Ублюдок и мудак. Всё, что я могу сказать. Я бы ещё хуже сказал. Типа, ну, мы же типа не ругаемся на канале. Ты перед первичкой. Да. Всё, отправляемся. Мы сейчас хомячим и отправляемся мы в книжный магазин. Забрать наш заказик. Ты хочешь к пизодчику наворачиваться? А ты пойдёшь просто на туда? Или наоборот. Я. Ты хочешь к пизодчику наворачиваться, а пойдёшь. А, ты хочешь, чтобы ты куда-то не остался? Да, я схожу, ладно. Тогда я как пойду. Я просто хотелось, чтобы там воздухом подошёл. Хорошим, как дорога. Ну, ясно. Ладно, короче. Туда один из нас пойдёт, наверное, в магазин. Блин, тут, к сожалению, вам так не передаёт телефон. Он как бы убирает туман. Но здесь очень атмосферно горят эти фонари. Всё в тумане. Блин, не передаёт камера, да? Камера кажется, что вообще туман. Вообще, да. Вот представьте фильм, что вы находитесь в фильме «Сонная лощина» с туманом, с какими-то фонарями там сзади. Вот как-то так он выглядит. Но вам, к сожалению, это не передаёт камера. Просто у нас тут туман, и в парке проверяют, типа, лампочки. И, ну, просто их включили в парке. Не знаю, вот на эту камеру, подержи-ка, пожалуйста. Ну вот, что-то вот типа такого, но тоже как-то на камере не так красиво смотрится. Ну, думаю, атмосферу вы понимаете. Короче, всё-таки решил Леру отправить за книжкой. Забирать. И, а сам буду здесь ходить круги на Яреве и слушать Довлатова дальше. Вот кто-то вставал мне комментарий под видео. Ничего себе. Поэтому мы пока расходимся. Ничего не буду снимать. Сейчас я поснимаю немножко речку. И буду просто ходить слушать. И буду отвлекаться. Ты ещё не ушла? Иди давай. Всё, ушла. Мы успели пройти всего один круг. Как-то я говорю, думаете, кто там идёт с пакетиком довольны? Тебе повезло, что мы так встретились. Потому что я бы съела твоё ботанчики. Моё ботанчики нам съела. Пойдём очень округи наяривать. Не, уже... Да? Или мой? Ну, хорошо. Покажи книгу. Покажи книгу. Всё, нет смысла тянуть до дому. Что-то улетело там. Что-то улетело. Сколько стоит на это? Сейчас. У меня почему-то такая толстая и такая дешёвая. Классно. Ну, ещё в это и здание оно дешёво всё время. Не столько. Ну, раньше столько же не 12 рублей. Так, что-то мы должны сейчас сделать. Мы там проходили, была такая смешная ситуация. Мусорка стоит, вот такая вот зелёная, какая там впереди. И просто на другой стороне валяется мусор. Просто люди кидают мусор в обратную сторону от мусорки. И там даже не ветром это, потому что мусорки глубокие. Тут не так много народу. Они даже не полные. Типа, ну, видите, кто-то лень к донести. Не донести, а просто в другую сторону выкинуть. Как бы там написано было? Не знаю. Вот, вы там часто сейчас не часто. Многие у меня спрашивают, почему Лера не выпускает сейчас влоги. Объясни вам зрителям, почему. Я просто, это, небольшой перерывчик сделала. Завтра я начну, когда вы смотрите это видео, с тебя ничего не нужно, начала снимать. Да. Я просто решила делать пару дней перерывчик, немножко так. По-моему, ничего не происходило, я так. Ну, да, в принципе, мы дома сидели. Поэтому я тебе скажу, целую неделю ничего не делал. Да. Потому что я просто дома сидел. Вот, типа. Не, ну, я всё равно снимала. Я думала бы тут, я решила просто... Нет, я же даже никогда не выходил, ничего. Я бы, типа, просто был дома. Да. Я буду, это, делать такие перерывы нечасто, но, как бы... Ой, ем. Поэтому не пугайтесь, если что, как бы. Да, всё нормально. Я всегда есть в Инстаграме. Когда меня нету, кстати, во влогах, я делаю то же самое, как кофе, я просто в Инстаграм снимаю. Поэтому... Ну, вот. А, расскажи, ты там встречалась с девочкой, подписчицей? Да, ну, она, как бы, была подписчицей. Она уже встречалась Лера с ней раньше, как в прошлом году, кстати. Да, мы сейчас необычный день, то есть, ну, по-другому. Поэтому, да, она приезжала. Вот этот день тоже не снимала, кстати, нужно было бы. Вот. Погуляли весь по району. Да. Приехала... Вы с ней встречались на прошлом... Мы давно, мы... Год назад. Год назад мы встречались. Да, Лера встречалась с девочкой. Да, пили кофе. Да, пили кофе, она ей подарила книжечку, и Лера ей подарила книжечку. И в этот раз она тоже захотела, да, поздравить. Куда тебе книгу подарила? Однажды я станцую для тебя, всё время забываю название. Вот, она подарила ей книгу, да. Поэтому, вот. Чашечку красивую, у меня тоже там в Инстаграме было, я выкладывала. Ну, да, в принципе. А, да, ты, да, Лера там всех поотмечала, если что. Да. Не всех, а типа, с кем встречалась, с девочкой. Да, она подъезжала сюда в район. Блин, мы хотели короткую пробку сделать. Ну, уже пошли, так пошли. Нет? Не хочу. Ну, пошли обратно. Нам просто нужно в магазин зайти за памперсами человеку. Телабреку человека, который дыхнет. Да. И в магазин надо за водой. Да, и в магазин, да, всё вместе сделаем. Ну, что, я уже сняла. Опять покидаю я Валерона. И иду в магазин за водой. Потом она пойдёт в Милу за памперсами. И выпрямо отправляется домой. Хотя, с неё погода, это сильно тёплая. На самом деле, ветра нету. Только что влажность, но от неё, в принципе, и не холодно. И сонливо, очень сонливо не могу. Или, потому что я поспал. Мало, ну, не мало спал, нормально поспал. Но всё равно очень сонливо мне. Потом пойдём домой, будем уже валяться, отдыхать. Теперь он нас покидает Лера. Пошла она в Милу за памперсами. И что там ещё, наверное, обсмотреть. А пока с Яромерчиком по большому кругу не попалить дорогу. Ускоренно идём домой, да? Попить хочу. Яромерчик немножечко вроде как подмёрз. Холодный нос. Хотя на улице не очень холодный. Ну, мы его прыгали уже всем, чем можно. Давай, отправимся домой, уже будем дома обалдеть. Я накупила ебель очень много. Надо ещё посуду помыть в квартире, да? Да, пропылесосить, всё, не будем заниматься. А я нам взяла, что мы всё как-то из еды. Ну, значит, будешь с собой посуду мыть, раз ты будешь что-то ковыряться. Нет. Потому что это приходит от того, что мою посуду наберётся ещё раз пачкать и заново. А ты сначала помышь, а потом я запачкаю. Нет. Значит, будешь всё сама там мыть. Нет. Ну что, ребятки. Ну, уже, конечно, давно дома. Но что-то я не снимал. Была совсем вяльенькая и туго. Мне ещё предстоит, о, вот этот весь ужас убирать. Хотя мне так хочется спать. Это прям ужас какой-то. Ещё нам ещё сегодня понадобится искупать Яромерчика. Короче, дело сегодня куча ещё. И скоро мне надо будет ложиться. Сейчас уже сколько там? Оп! Почти 8 часов. О, ещё это мыть на пару часов. Ладно, ребят, уже всё. Сегодня не будем уже, наверное, затягивать буду. Я потиху мыть всё это вот барахло, что у нас тут стоит. Хотя тут не так много. И будем отдыхать. Уже завтра мне рано вставать на работу. И скоро увидимся, в принципе. Не забывайте там комментировать всё, о чём мы сегодня разговаривали в комментариях. Тавтология. Ставить лайки, подписываться. Короче, всё-всё-всё, вы всё прекрасно и так знаете. И до скорых встреч.